Потом появился номер три. Тесла представили бета-версию своей третьей машины, Model X. Посмотрим, может ли она летать. Заценим технику. Конечно, первые две вещи, которые замечаешь в Model X, это «О, это внедорожник!» и «Боже мой, он собирается улететь!» Итак, вот он, третий Тесла, Tesla Model X. Вы думаете, что в Тесла главное электрификация, то, как машина едет только на заряде батареи, насколько она быстрая? Но, к удивлению, посыл Тесла здесь — практичность и удобство в использовании, так же, как и то, что движет этот автомобиль. Вообще, основатель Эллен Маск доходит до того, чтобы утверждать, эта машина побьет минивэн, внедорожник и даже нынешний Porsche 911. Каждого в своей игре. Думаю, она... она дает совершенно новый уровень функциональности, которого нет ни у одного минивэна или внедорожника. Самая отличительная черта Model X — двери, которые делают что-то, чего вы раньше не видели. Они поднимаются, как двери-крылья чайки, но те никогда не были практичными, а эти фиксируются прямо на длине ремня и превращаются в то, что они называют «двери-крылья сокола». Это дает вам, если верить Тесла, гораздо больше полезного доступа ко второму ряду с детскими креслами, а также вы сможете одновременно использовать третий ряд. Многие родители сейчас понимают, о чем я. И, конечно, вы можете сказать, глядя на высоту при посадке в салон, этот автомобиль позволит вам встать в полный рост. Тесла утверждают, что эти двери откроются в любом парковочном пространстве, где достаточно места, чтобы вы встали между машинами. Ну, может, если только вы немного толстоваты. На мой взгляд, машине потребуется очень много места. Но давайте посмотрим, как работает геометрия на практике. Как только вы попадаете внутрь, вам открывается мир LCD. Панели инструментов LCD. Центральная панель – один огромный, 17-дюймовый, сенсорный LCD. И даже есть маленькие LCD, похожие на iPod Nano, на рулевом колесе, чтобы реализовать функцию динамического контроля, когда потребуется. Это интересно, неизвестно, попадет оно в производство или нет, по многим технологическим и правовым причинам. Эта машина без зеркал, потому что в ней есть камера заднего вида. Она выполняет функцию взгляда назад, но вместо взгляда в зеркало вы смотрите на изображение на экране автомобиля. Хотя это есть в концепт-каре, Тесла говорят, что с правовой точки зрения будет тяжело соответствовать некоторым законам. Но причина, по которой они хотят это сделать, не просто упаяние технологиям, а попытка сэкономить около 5% энергии во время поездки по трассе. Model X построена на платформе Model S, но фронтальная часть, проходящая через воздух, у нее больше, поэтому запас хода снизился где-то на 10-12% на полный заряд. Это значит, что запас хода составит 140-265 миль, в зависимости от комплектации, которую вы купите. Ожидаемый разгон от 0 до 60 миль за час, за 4,4 секунды. И это определенно быстрее, чем нынешние Porsche 911. Забавно, что Тесла говорят о такой же управляемости, как у Porsche. Такой же производительности, а также объем переднего багажника очень похож. Сверху нет мотора, потому что моторы в этой машине очень компактные, а батареи находятся на дне машины. Поэтому у вас есть не только очень объемный задний багажник, но и просторный передний. Но это больше, чем просто практичность. Тесла указывает, что это играет роль буферной зоны. Если вы врежетесь во что-то мощное на этой машине, есть много пространства, чтобы сжаться, не продавливая двигатель сквозь панель, за которой сидите вы. Model X поступит на рынок ограниченным тиражом в конце 2014, в полном объеме в середине 2015. Два главных вопроса. Какой будет спрос на электрокары к тому моменту? И доживут ли эти двери до массового производства? Переведено и озвучено группой.